Скотина не полина Девчонка А, ну-ка, вылезай Ступай, напои лошадь Ну, судай, ведь в доме воды больше нет Ну, а ты вот поди И принеси Вода из колодца В лесу, дело немудреное На вот На обратном пути возьмешь у булочника Большой хлеб Здесь 15 сум Да шевелись побыстрее, а то лахту закроют Покупайте бубки Самые лучшие дружки Покупайте красивые бубки Купите, пожалуйста, бубки Покупайте бубки Нужно быть королевым Нужно быть принцессой Чтобы играть так поменьше Покупайте бубки Самые лучшие дружки Покупайте красивые бубки Супите, пожалуйста Покупайте бубки Рисы, наверное, звери Может сказать ей, что там воды больше нет А, что это? Как страшно! Совсем ничего не видно А, вот опять что-то! Как же я его понесу Уже затлит немного воды Но хозяйка побьет меня тогда Как же медленно я несу Хозяйка точно побьет меня сегодня Господи, где же ты? Дитя мое Твоя ноша слишком тяжела для тебя Да, сударь Дай мне Я понесу твое ведро О, это действительно очень тяжело Крошка, сколько тебе лет? Десять лет, сударь А как тебя зовут? Люди зовут меня Жаворонка Жаворонок Какое необычное имя Ты идешь издалека? Да, сударь С колосса, который в лесу И далеко тебе еще идти? Добрых полчаса А у тебя что? Нет мамы? Я не знаю Я не думаю, чтобы она была У других есть мамы У меня нет Мне кажется, что у меня ее никогда не было Малышка Ты вся замерзла Ты почти совсем раздета Постой Кто же послал тебя в эту полу за водой в лес? Моя хозяйка Разве у твоей госпожи нет служанок? Нет, сударь Ты у нее только одна? Да, сударь То есть у нее есть еще две девочки Кто они? Это барышни госпожи Ее дочери А что же делают они? Эти барышни? О, у них прекрасные куклы Позолоченные вещицы И разные игрушки Они играют, забавляются Целый день? Да, сударь А ты? Я? Я работаю Целый день? Да, сударь Иногда после работы И если позволит Я тоже играю Как же ты играешь? У меня есть только маленькая светсовая сабля Вместо куклы Я ее пеленаю Чем же занимается твоя хозяйка? Она содержит постоялый двор Постоялый двор? Ну так я остановлюсь там на эту ночь Проводи-ка меня Так мы туда и идем О, здесь у вас ярмарка? Нет, сударь Это только в случае Рождества Сударь Да, дитя мое Пусть мы уже совсем близко от дома И что же? Позвольте мне взять теперь ведро Зачем? Если хозяйка увидит, что вынесли мне воду То она меня побьет А, это ты, бродяжка? Ты где это так долго шаталась? Сударыня Этот господин хочет у нас переночевать Этот господин? Входите, милейший Ах, любезный, мне очень жаль Но у меня нет больше места Положите мне где хотите На чердаке, в конюшне Я заплачу как за полу Сорок сум Сорок сум? Хорошо Постой А где же хлеб? Сударыня Кто? Забыла купить? Бездельница Давай сюда пятнадцать сум Ну, сударыня, я Ты что? Потеряла деньги? А может ты вздумала их украсть? Простите, сударыня Простите Я больше не... Ах Виноват, сударыня Вот ваша монета Малышка дала мне ее поддержать Смотри Чтобы это было в последний раз Ах Отдай, это я кукла Я скажу, что я Что и что? Я младшую Я хочу выступать Отдай, это моя кукла Мне мама купила Нет, мне мама ее купила Отдай Я ее самая любимая дочка Нет, я Отдай Отдай Это мне мама купила Я все нашла Отдай Это моя кукла Она моя Она моя Здравствуй, мамочка ай хороши ничего не скажешь а вот я тебя и поймала так-то ты работаешь постой я вот плеткой заставлю тебя работать сударыня позвольте ей поиграть девчонка должна работать потому что она ест мой хлеб и живет в моем доме я кормлю ее и какая же я работа она чулки вяжет если вам угодно знать чулки для моих дочек которые ходят посыми может вы продадите мне эти чулки за 5 франков здравствуйте здравствуй папочка ах вы мои хорошенькие если таково ваше желание мы уступим эту пару чулок мы не умеем ни в чем отказывать путешественникам я покупаю эту пару чулок и плачу за нее 1 2 3 4 5 теперь твоя работа прежде не можешь играть дитя мое это правда что я могу поиграть край ах ты негодная девчонка ты что тебе позволяешь что случилось разве вы не видите своими мирскими ручонками она трогаете кружки моих детей ну так что же ну я тебе сейчас задавали простите простите меня сюда я больше так не буду простите пожалуйста покупайте куклы самые лучшие ручки покупайте красивые куклы покупайте пожалуйста куклы покупайте куклы сколько стоит ваша кукла добрый вечер суда эта кукла ручной работы стоит 40 франкл 40 франкл да да 40 франкл да да 40 франкл и не одни ксу меньше минуточку вот день я могу забрать конечно суда эта кукла теперь ваша благодарю вас с рождеством суда доброй ночи и вам не парад покупайте куклы красивые куклы это тебе подарок на рождество играй завтра рождество сударыня пусть дитя порадуется ах сударь мы ведь церковь не ходим праздников не соблюдаем и правда завтра рождество ну что же ты деточка господин гость дарит тебе куклу возьми ее она твоя можно сударыня ну конечно конечно она же твоя в самом деле сударь это правда она моя это дама я буду звать ее катерину сударыня можно мне посадить ее на стол можно деточка играешь дитя мое сегодня сочелье господь тебя любит поблагодарю вас сударь я играю старое бестия какая муха его укусила только растревожил нас выдумал чтобы эта маленькая заморажка играла дарить ей куклу в присутствии моих девочек дарит куклу в сорок франков этой собачонке которую я сама отдала бы за сорок сут я завтра же вытолкну эту нищенку за дверь какая прыткая я не могу этого нести тебе нравится чтобы девочка работала а ему нравится когда она играет он имеет на это право он платит деньги путешественник может делать что захочет если он платит если он глуп это тебя не касается чего ты суешься раз у него есть деньги да кто он вообще такой столько денег в кошельке и такое нищенское деяние вот что мои хорошие отправляйтесь-ка спать уже поздно спокойной ночи мамочка спокойной ночи папочка спокойной ночи сударь без не позволите ли сударь отослать также и эту крошку Она очень устала сегодня. Пора и ей ложиться. Спокойной ночи. Я иду спать. Делай с ним что хочешь. Не угодно ли вам, сударь, идти почивать? Да, вы правы. Где мне лечь? Я провожу вас. Ступайте за мной. Соседка говорит, что лучше бы Бог забрал меня к себе. Господь любит тебя и позабочится о тебе. А сейчас пойдем. Я покажу тебе Рождество. Рождество? Ну да. Ведь сейчас рождественская ночь. Ты увидишь то, что случилось много веков назад. Мы с тобой полетим. Полетим? Я могу летать только во сне. Я знаю. Что это за окни внесу? Города. Еще немного. Вон там, впереди. Смотри. Какой-то совсем маленький год. Это Бифлеем. Давай остановимся. Смотри, смотри. Какой-то свет и ангел. Он упустился за городом. Что там? Посмотрим поближе. Теперь я вижу овец на поле. Еще люди сидят в костра. Это пастухи? Они увидели ангела и испугались. А он им что-то говорит. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, Которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, Лежащего в яслях. Смотри, пастухи куда-то собираются. Даже овечек от них оставляют. Куда они пойдут? Сейчас узнаешь. Видишь, вон тот домик. Да, он похож на хлеб, Но внутри горит свет. А теперь что ты видишь? Овечка стоит и ослик. А в горбушке с сеном? Ой, смотри, там лежит младенец. Вон там яслях, прямо на сене. Лежит спелёна ты. Это младенец Иисус. Христос? Да, и Мария, матерь его, И ось, приёмный отец, стоят возле. Видишь, вот и пастухи пришли. Они рассказывают что-то. А теперь они поклоняются младенцу. Да, они пришли поклоняться Господу. Мария баюкает его. Наверное, он и снул. Нельзя ему мешать. Да, наверное, всем деткам нужно теперь спать. И мне тоже? Ну, конечно. А ты придёшь ещё? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, сударыня, я здесь, сударыня. Я иду, сударыня. Что это? Золотая монета. Должно быть, это ангел мне положил. Я ведь видела ночью ангела. Я видела Рождество. И ангел сказал мне, что Господь меня любит. И добрый гость мне тоже это вчера сказал. Благодарю тебя, Господи, что ты меня любишь. Сколько разных чудес за одну только ночь. Интересно, что будет дальше? Нужно скорее подпитать, а то хозяйка меня попьёт. Вот. Ну, вот сейчас. Полюмойся. Двадцать три франка? Ты прав. Он должен это заплатить. Это справедливо. Но это слишком много. Он не захочет платить? Заплатит. Даже ей должен полторы тысячи франков. Ты не забыл, что сегодня я выброшу девчонку за дверь? Эдакое чудовище. Она терзает мне сердце своей куклой. Подасчёт этому господину. Я не забыл. Я не забыл. Уже так рано встали? Разве, сударь, вы уже покидаете нас? Да, сударыня. Я ухожу. Сударь, у вас, значит, не было никаких дел в нашем городе? Нет. Я был здесь мимохода. Вот и всё. Сколько я вам должен? Сударыня, хорошо ли идут ваши тела? Ах, сударь, времена теперь очень тяжёлые. Кроме того, у нас очень мало порядочных гостей в наших окрестностях. Всё мелкота, как видите. Изредка только встречаются такие великодушные и щедрые господа, как вы. У нас столько повинностей. Одна эта девчонка стоит нам немало. Какая девчонка? Жаворонок? Да жаворонок, жаворонок. Мы ничего не зарабатываем, а нам приходится так много платить. Торговый патент, код, эти налоги, процентный налог. Вы сами знаете, казна отберёт нас страшные деньги. К тому же у меня есть свои дети. Какая мне нужда кормить чужих? А что, если бы вас освободили? От кого? От этого подкидыша? Да. Неужто вы возьмёте её? Возьму. Сейчас. Да, сейчас. Позовите малютку. Позовите девчонку. А пока я хочу заплатить вам, что должен. Сколько же это составляет? Двадцать три франка? Двадцать три франка. Совершенно верно, суды. Двадцать три франка. Пойдите приведите девочку. Дитя моё, возьми это и пойди поскорее переоденься. Сударь, что касается девочки, то надо мне об этом поговорить с вами отдельно. Оставь у нас жена. Видите ли, сударь, я должен сказать вам, что я обожаю этого ребёнка. Я вам не видел. Я видел её совсем маленькой. Да. Она стоит нам денег. Да. У неё есть свои недостатки. Да. И мы небогатые. Но я заплатил более четырёхсот франк за неё лекарство. Во время её болезни. Ну, надо же делать что-то и для Бога. У неё нет ни отца, ни матери. Я вырастил её. В сущности, я привязался к этому ребёнку. Вы понимаете, легко можно привязаться. У меня добрая душа. Я просто люблю эту девочку. Моя жена вспыльчива. Но она тоже любит её по-своему. Видите ли, она всё равно, что своя. Я привык слышать её полтовнём нашим домом. Вы богаты. У вас вид чрезвычного человека. Есть ли это необходимое для её счастья? Но я не желал бы терять её из вид. Я хотел бы знать, у кого она, чтобы иногда навещать. Она же со своей стороны знала бы, что её добрый приёмный отец близко. И что он заботится о ней. Наконец, это вообще невозможно. Я даже не знаю вашего имени. Вы не узнаете ни моего имени, ни моего места жительства. Не будете знать, где находится девочка. И моё намерение таково, чтобы она никогда в жизни не видела вас больше. Я разорву путы, связывающие её ноги, и она уйдёт. Согласны вы или нет? Сударь, мне нужно полторы тысячи франков. Приведите малышку. Приведите её. Я выкупаю этого ребёнка. Она не принадлежит больше вам. Она свободна. Эта рождественская ночь заполнится ей навсегда. Ты уходишь от нас насовсем? Я не знаю. А можно я подержу твою куклу? Возьми. Она теперь твоя. Это правда? Она моя? А где ты будешь жить? Я ещё не знаю. Господь позаботится обо мне. Он любит меня. Пойдём. Пойдём, дитя. Субтитры подогнал «Симон»